Первые хорошие новости с тех пор, как я вышел в море год назад. Вот твоя доля. Сколько? 500 давай. 1000! Охренеть! Вот это, конечно, сюрпризик. Вот это сюрприз. Я вышел корабль в наследство от покойной матрицы. Она провела в море всю жизнь. Все равно от кого-то там его получил. Ладно, теперь мы должны по приглашению посетить музей. Давайте сейчас с вами посмотрим, где он там хоть находится. Ага, надо оббежать вот эту лужицу. И музей прямо находится в самом крайнем здании в этом поселении. Вы и милки были бы против сил. С какой стати я должен скрываться? Это наследие моей семьи. Оно в прошлом. Мертвые клятвы на губах мертвецов. Пусть прошлое и останется там. Музей открывается, Моденна. Давайте с Моденной поговорим. Прошу тебя. Не ходи в музей. Музей Сила. Почему нет? Кто такой Сил? И что это за музей? Сил родился в одном из старейших семейств Донстара. У них сложная история. Несколько его предков были членами культа «Мифический рассвет», который чуть не уничтожил Тамриэль. Про неприятные связи его семьи стало известно через много лет после кризиса. Но это все равно погубило их репутацию. Они стали изгоями. Теперь Сил вернулся. И этот музей мифического рассвета ему нужен, чтобы восстановить честь семьи. Только это ошибка. Мифический рассвет? Что это? Да ты не больно-то знаешь историю. Оно и к лучшему. Этот культ лучше забыть навсегда. Тебе нужно знать только то, что они почти уничтожили мир, но их остановили. Давным-давно. Ну ладно, мне все равно. Я иду туда, в этот музей. А вот и первый посетитель. Музей мифического рассвета открыт, друг. На музее мифического рассвета. Здесь моя коллекция артефактов культа, который чуть не разрушил империю. Может, войдешь? Посмотришь экспозицию, мы поговорим. У меня есть роботенка как раз по тебе. Хорошо. Звучит неплохо. Давай поговорим внутри. Что-то меня, сука, заманивает. Осколки былой славы. Ну ладно. Поговорить с силами в его доме. Чувствую, там сейчас меня еще трахнут, блин. Посмотрись, не стесняйся. Возвращайся ко мне, когда захочешь обсудить условия работы. Что я тебе предложил. Комилены, которые висят в этом зале и снаружи, были найдены в схронах, где члены секты мифического рассвета встречались и обсуждали свой заговор. Величайшим достижением культа было истребление династии Септимов и открытие врат Обливиона. Так, ну что, давайте осмотримся. Лечь-то нет. Кровать, естественно, нам не принадлежит. Ну ладно, давайте с ним поговорим. У тебя есть вопросы о музее? Или ты хочешь поговорить о делах? Почему ты открыл этот музей? Я не скрываю, что мои предки были членами мифического рассвета. Одного из моих праотцев даже избрали для убийства самого Уриэля Септима. Мы годами прятались от своего прошлого. Стали торговцами, богатыми и влиятельными людьми. Но я понял, что важность мифического рассвета, наша важность, для истории неоспорима. Я хочу, чтобы все в Тамриэле вспомнили, что в какой-то момент мы держали в своих руках судьбу мира. К добру или к худу. Ясно. Гонец дал мне эту листовку с приглашением в ваш музей. И вот ты здесь. Что ж, надеюсь, музей тебе понравился. А почему именно мне? Так, музейная листовка удалена. Так. Что такое культ мифического рассвета? Они поклонялись миру Несудагону. Даэдрическому лорду разрушения и перемен. Члены мифического рассвета убили Уриэля Септима 7-го и его наследников. Чем вызвали кризис Обливиона и вторжение Даэдров в Тамриэль. Все, что осталось от некогда легендарного культа, я собрал в своем музее. Кто такой Меру Несудагон? Ага. Отличный вопрос. Меру Несудагон — это даэдрический лорд изменения. Разрушение и гордыни. Культ Дагона. Мифический рассвет. Прервал династию Септимов и открыл в Тамриэле врата Обливиона. Теперь это называют кризисом Обливиона. Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона, несколько групп взялись за уничтожение остатков мифического рассвета. Одна из групп нашла бритву Меруниса. Великий артефакт Меруниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Ты хочешь с моей помощью собрать эти обломки, правильно я понял? Двое из хранителей обломков, Гунзул и Дроскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген. Я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Почему он не говорит, сколько он заплатит? Поговорить силам в его доме. Так, добыть навершие бритвы Меруниса, добыть обломки клинка и добыть рукоять бритвы. Расскажи мне о бритве. Было бы интересно действительно услышать. Бритва — это личный артефакт Меруниса Дагона. Она всегда предвещала кровавые перемены и бойню. У нее было много имен. Кинжал последних ран, погибель праведных, цареубийца. Мифический рассвет поклонялся Дагону как божеству. Его бритва стала бы жемчужиной моей коллекции. Удачи в поисках облом. Давайте, сейчас удачи. Спасибо большое за удачу. Так. Гримуар Мейлина Варена. Так, давайте посмотрим. Полистаем. Там, если кому интересно, пожалуйста. Так. Дневник Лимдрана Телвани. Тоже какая-то ерунда. Ну, по-моему, кстати, мы его тоже листали. Поэтому, по идее, можно было бы и выкинуть, наверное, расовый филогенез. Дневник рыбака, дневник стражника. Песня короля Олафи. Язык. Ящик Азуры. Хранители бритвы. Вот она книжка, которая нам нужна. Хранители бритвы. Ныне живущие потомки внутреннего круга. Йорген из Морфола. Восьмой в роду. Носящих топор хранитель рукояти бритвы Мерунаса. Сын Халнира. Сын Хроя. Сына Хроя. Сына Коле. Сына Малте. Сына Легерлейда. Сына Недрира. Сына Лене. Так. Гунзул. Главарь банды Треснувшего Бивня. Восьмой носитель осколков лезвия бритвы Мерунаса. Сын Шелока. Сын Мога. Сын Грула. Сына Дургоба. Сына Узгака. Сына Рамолга. Сына Атамаша. Следующий кто у нас? Дрескуа. Предводительница изгоев. Старушечьей Скалы. Восьмая носительница. Так. Навершия. Бритвы Мерунаса. Дочь Кайрины. Дочери Эданы. Дочери Малвины. Дочери Мюрель. Дочери Рианы. Дочери Кайлей. Дочери Сорки. И есть у нас еще, смотрите, здесь историческая справка. И все группировок, которые поклялись искоренить мифический рассвет, ни одна не была столь удивительно успешна, как хранители бритвы. Изначально это была группа ополченцев, собранная с целью уничтожить выживших членов мифического рассвета, рассеянных по всему Тамриэлю. Но затем они стали называть себя хранителями бритвы, после того, как отыскали этот легендарный артефакт, созданный самим Мерунасом Дагоном. Для меня так и осталось тайной, как им это удалось. Иначе видно, что они не участвовали в провальной экспедиции Фрадена Дродана в Арсабалим. Первые упоминания о них появились в имперских хрониках лишь 50 лет спустя. Части бритвы были распределены между тремя старшими членами Ордена, которые и образовали внутренний круг. Было условлено, что все три части бритвы будут передаваться от первенца к первенцу до тех пор, пока сами луны-близнецы не исчезнут с небес. Хотя эту клятву, видимо, следует понимать не столь буквально, ведь луны уже исчезали во время пустых ночей в 98-х годах 4-й эры, а части бритвы до сих пор передаются из поколения в поколение. Проследить цепочку потомков внутреннего круга оказалось весьма непросто из-за его многоционального состава. В то время как главой хранителей был Норд, Чайклан, слава богам, добросовестно вел свою генеалогию так, что обнаружить его наследника было просто. Компанию ему составляли Орг и Туземка из предела, и пренебрежение обеих культур грамотности сделало процесс расследования весьма нетривиальным. К счастью, Атамаш... 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 Атамаш...